До 1991 года советский народ праздновал 7 ноября как день Великой Октябрьской социалистической революции. Каждый школьник тогда знал, что в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание рабочих и солдат. В Донбассе Октябрьская революция прошла бескровно, утверждают историки. Здесь не проходили ожесточенные бои, просто рабочие своими голосами поддерживали большевистские советы. Почти повсеместно в Донбассе поддержали большевиков. Вот этим наш край очень резко отличается от той же Киевщины, где поддерживали Центральную Раду. Ну и я уж не говорю о Западной Украине, где и подавно, в общем-то, никаких советов не было. То, что наша страна вот таким образом как бы на три части разделена, это идет издалека и издавна. Много улиц Донецка названы в честь коммунистических лидеров. Проспект Ильича и проспект Ленинский носят имена в честь Владимира Ильича Ленина. Центральная улица Артема – это псевдоним партийного и революционного деятеля, председателя Донецкого губернского исполкома. Самая длинная улица Кирова – деятеля коммунистической партии. Есть дворец культуры, посвященный 21-му съезду КПСС. Раньше был и ДК имени Ленина, однако теперь это дворец металлургов. Памятников же вождю пролетариата в городе Три на Центральной площади в Ленинском и Кировском районах. Несколько лет назад эти и другие объекты собирались переименовать. Подобные разговоры в основном умело использовали с различными политическими силами. Но дальше дебатов на эту тему дело не пошло. К нам приезжал представитель Ивана Франковска с категоричным требованием выполнить приказ Ющенко, тогдашнего президента, и переименовать все наши улицы, которые посвящены деятелям революции и гражданской войны во что-то более нейтральное. Наши журналисты. Оказалось, что у нас больше, чем две трети улиц посвящены именно таким советским революционным деятелям. В самом музее также есть скульптура вождю. Работники говорят, хотели вынести ее и поместить в хранилище, но постамент не прошел дверной проем. Люди старшего возраста помнят о празднике революции хорошо, с улыбкой вспоминают, как готовились к шествиям. Тогда на демонстрацию выходили целыми семьями. Специально для этого события готовили плакаты и транспаранты. Раньше и выходной было, и демонстрации. Праздник был, конечно. Историю забывать нельзя. Какая бы она ни была, нам ее сейчас повернуть, как хотите. А вот молодое поколение имеет смутное представление о недавнем прошлом. На вопрос, кто такой Ленин, теперешние школьники не знают правильного ответа. На уроках истории мало рассказывают о советском периоде, говорят ученики. Знать, кто такой Ленин, ребятам помог интернет. Прямо на площади имени вождя дети изучают его биографию. Революционер. Создатель российской социально-демократической рабочей партии большевиков. Один из организаторов и руководителей революции 1917 года в России. В прошлом году Верховная Рада пыталась вернуть выходной в день рождения революции украинцам. Однако большинство депутатов проголосовали против. Елена Антонова, Ася Панкратова, Руслан Новиков, Панорама.